так начинаем дальше вторая часть статья 3 пункт 3 референдум хорошо что-то нет не понравилось выражением власти народа референдум ну так народ вообще все должен решать тетам тарифы народ отстранили от всего выборы даже если вот ну подумаем сейчас вот свободные какие-то честные то зачем 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 они мне кого-то выбрать чтобы как кто-то там решала потом я бегал просил убрать какой-то налог не не нужны ну я делаю выбор там уже когда что-то в магазине смотрю не знаю чиновники мне не нужны и я не понимаю зачем какой-то чиновник что-то у него просить это лишние люди 4 никто не может присваивать власть о чем это власть у народа она никуда не девается даже при выборах кто может ее присвоить захват власти то есть она как бы есть у человека у каждого полномочия да но они не нужны то есть как создаешь какого-то начальника и он там превышает полномочия там описаны в законах полномочия там и 275 есть 278 статья но еще всякие другие там что фактически они делают да все чиновники превышают свои полномочия сейчас фактически за это не наказать написано да нормально но они ты же не можешь обратиться к чиновникам чтобы на наказание чиновников так не работает забудьте хотя четвертое дальше суверенитет всю территорию хорошо конституция и федеральные законы верховенство да тоже хорошо 3 страна обеспечивает целостность и прикосновенность своей территории территории то есть никто не может отделяться а как же решение людей если например люди но смотрят херово там нищие живут как это вообще прожиточный минимум херовый почему бы не отделиться народ же власть это обладает но плохо ему и какой-то отделяется регион тем более сама эта страна может кого-то присоединить то есть кто-то другой там страны отделяется тут как это мошенничество хотя 5 стоит из городов направленных субъектов ну и что все равно заправляет фиг знает кто не люди короче второе республика государства скобочках страна не зачем это по два слова имеет свою конституцию законодательства ну да край область город имеет свой устав и законодательство свой но на который имеем меньше они не могут противоречить которые повыше законы как бы так встроена 3 целостности единстве системы равноправие и самоопределение народов самоопределение в чем люди даже тарифы себе не могут на воду горячую рубить им врубают депутаты варьёй народ просто вешается вот к фактически как будет каждый вот эти раздел почти что как бы говорит все будет хорошо но может быть зачем это все таки это закон 4 все взаимоотношениях с органами все субъекты равноправны и вот на самом деле неправда получают же всякие денег кто-то больше кто-то меньше опять каждый пункт нарушается позор содержитая гражданство приобретается и прекращается соответствии с законом является единым и равным гражданство а есть человека есть вот гражданин там написано понятно я что гражданство захотел человек и стал гражданином и всего не обязательно что ему нужно какие-то сразу деньги платить но я бы так сделал второй каждый гражданин обладает на территории всеми правами и свободами несет обязанности досмотренные конституции неплохо написано но если вот президент например гражданин он обладает равные обязанности но президента у него неравные права и обязанности то есть сразу статья о президенте нарушает статью конституции такого просто быть не может не должно быть но есть блин третье гражданин не может быть лишен своего гражданства или право изменить его правильно да человек решает они раздают его какие-то чинуши президенты охереть решил и все не обязательно говорю просто сразу платить просто ты вот гражданин статья 7 социальное государство политика направлена на создание условиях обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека просто пожелание счастья здоровья что что конкретно ни о чем ну для рабов наверное чтобы успокоить 2 храняются труд здоровье людей гарантированно минимальный размер оплаты труда нищенский обеспечивается государственная поддержка семьи интересы отсутствия детства лидов и пожилых граждан вызывает система социальных служб останавливается государственным блин у вас в пенсии ой не говорите это слово пособия и гарантии защиты ничего просто нищенство и все кругом статья 8 гарантируется единство экономического пространства нет свободу обрешение товаров услуг финансовых средств средств поддержка конкуренции свободы экономической деятельности нет создан дурацкий центр москва в котором больше фирмы там товары дешевле ужасная модель экономики которая и привела к краху надеюсь крах побыстрее произойдет ну не нужно центра не нужно центра земля и другие природные ресурсы могут находиться в частные государственные и иных формах собственности это важный пункт частный как это река река же не может как бы вроде по закону река а тут написано вот частный вот г на г г гос это тоже как бы царю принадлежит как будто и муниципальный это как будто людям но каким-то опять депутатам то есть короче ничего людям да крутая 9 2 это круто хотя статья 10 государственная власть в российской федерации осуществляется на основе разделения законодательную исполнительную судебную гадательно исполнить судебные самостоятельные нет не так как эта банда заправляет судей назначает этих депутатов назначает что тут говорить статья 11 власть осуществляет президент федеральное собрание за федерации государственная дума правительство суды а государственного я же думал а чё почему людей нету ой блин а где люди людей нету второй субъектах опять органы всякие но чинуши 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 всем и руководят ужас 3 ограничение предметов введения полномочий осуществляется конституцией договорами о разграничении предметов введения полномочий но фактически я уже сказал что налоги ничего не решают только увеличивают какие-то если местные вот по опыту депутаты они просто врубают что-то больше людей вообще ничего не спрашивают ужас статья 12 признается и гарантируется местное с управления в пределах своих полномочий самостоятельно нет у них никаких полномочий и не нужны фактическо местные чинуши какие-то органы местного самоправления не входят систему органов власти страны до входят они туда всякие партии и вот эти одна партия не рабочий не работает статья статья 13 идеологическое многообразие второе идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной ну сейчас идеология как будто обогащение в общем из-за этого и грах 3 политическое многообразие многопартийность не нужны эти партии опять какие-то представители тебя что что меня представляет я сам себя представляю общественное мнение равны перед законом им был вначале уже написано люди равны и тут же написано президент главнее определитесь короче кто писал давно что ли запрещает создание объединений целью которых является на насильственное изменение основ конституционного строя нарушение целостности подрыв безопасности создания вооруженных формирования и разжигания социальной и расовой и национальной и религиозной розни такого понятия религиозные вообще нету лиги и как бы вообще в государстве его нету как может быть рознь запрещена религия и вообще ну как бы в государстве его нету там где-то в подвале должны заниматься своими религиями здесь почему-то написано общественных объединений ну есть же вот референдумы то есть люди собираются и решают например все президент не нужен что-то он там наглый какой-то и вообще неравноправен с обычным человеком ну и все что конституционного строя как все он и строю там написано прочитайте все равны права где же это еще разок найду так ну вот нашел самое основное ты чем не беспокоит статья 19 глава 2 все равны перед законом и судом